Привет, меня зовут Паша, я из почти университета. Сегодня у нас курс веб-технологии, урок номер 3, многопоточность. Свойство операционной системы, выполнять одновременно несколько программ, называется многозадачностью. Даже самый простой одноядерный компьютер способен выполнять сотни программ одновременно. Это очень эффективно, использовать одни и те же ресурсы компьютера для выполнения сразу множества программ. А операционная система, в свою очередь, обеспечивает изоляцию процессов между собой, так чтобы они не могли, скажем, перезаписать область памяти друг друга. Но что, если необходимо распараллелить выполнение в рамках одной программы, а не в рамках всего компьютера? В этом случае программисты пользуются многопоточностью. Потоки, в отличие от процессов, имеют общее адресное пространство, и могут видеть переменные, функции, дескрипторы программы. Это может привести к некоторой путанице, например, когда потоки читают и пишут в одни и те же переменные. Для защиты на этот случай существуют некоторые управляющие конструкции, которые могут приостанавливать выполнение потока, блокировки семафора, мультиплексора. Программирование с применением многопоточности считается очень сложным. Вся ответственность за согласование потоков полностью лежит на программисте. Давайте посмотрим, какие именно проблемы может огрести программист, столкнувшись с многопоточностью. Для этого на языке Python возьмем простую функцию, которая читает значение переменной dataCount, выводит это значение на консоль, увеличивает его на единицу и записывает новое значение в переменную dataCount. Начнем с создания одного потока. Создадим его, передав функцию count в качестве точки начала выполнения потока и вызовем метод start. Запустим программу. Мы видим, что в консоль вывелась строка count равно 0, что соответствует ожидаемому, так как значение count действительно проинциализировано 0. Теперь создадим цикл и запустим 50 потоков одновременно. А также я хочу вывести итоговое значение count после того, как все потоки завершатся. Таким образом мы можем посчитать, сколько раз была выполнена функция count, ведь она увеличивает значение count на единицу при каждом выполнении. Для этого подождем в основном потоке с помощью функции sleep, буквально 0,1 секунды, и выведем значение data на консоль. Запускаем программу. Так, count равно 43. Не знаю, как вы, но я ожидал увидеть 50, поскольку мы запустили 50 потоков. Запустим еще разок. 47. Еще раз. 42. Получается, что при каждом запуске у нас мало того, что неверный результат, так еще и всегда разный. Давайте разбираться, как это получается. Поскольку потоки выполняются параллельно, то есть без предписанного порядка во времени, два и более потока могут выполнять одни и те же инструкции. В нашем случае мы видим, что значение count выведено на консоль два раза, а это значит, два потока прочитали из этой переменной одно и то же значение. Это же касается и каунта равно 1, и каунта равно 3, и так далее. Если эти потоки прочитали одинаковое значение, то они и запишут одинаковое значение, а значит, итоговый результат получится меньше, чем 50. Мы написали программу неверно, но зато увидели ошибку сразу. Нам сильно повезло. Вполне может быть так, что на одном компьютере результат будет 50, например, на вашем, и вы не увидите проблему. А на компьютере вашего друга будет меньше 50. И очень сложно бывает понять, где ошибка в программе. В нашем случае специально подстроено, что 50 потоков начинают свое выполнение с проблемного участка кода, и это сразу отражается на результате. На практике это бывает очень редко. Проблема, с которой мы столкнулись, является первой проблемой многопоточного программирования. Непредсказуемость и неповторяемость. Для этой проблемы есть решение. Давайте создадим специальную управляющую конструкцию, блокировку критической секции, до операции чтения и после операции записи. Потоки могут заходить в блокировку только по одному, остальные при этом ждут. Запускаем программу. При каждом запуске результат 50. Эта проблема решена. Но блокировки следует использовать с осторожностью, поскольку ожидание потоков на входе в критическую секцию может сильно замедлить программу в целом. Например, данная программа быстрее будет работать в одном потоке, чем в нескольких потоках, потому что все равно потоки не будут работать одновременно, ведь блокировка критической секции их задержит, а отраты времени на создание 50 потоков под следующую очистку памяти после их завершения будут существенны. Хотя мы и решили проблему, но блокировки могут вызвать вторую, более коварную и неуловимую проблему – дэдлог. Википедия предлагает нам следующую таблицу для описания проблемы. Поток 1 хочет захватить ресурсы А и Б. Начинает с А. Захватывает ресурс А. Ожидает освобождения ресурса Б. Поток 2 хочет захватить ресурсы А и Б. Начинает с Б. Захватывает ресурс Б. Ожидает освобождения ресурса А. Взаимная блокировка. Программа попросту зависает. Давайте попробуем получить этот эффект у себя. Я тут уже сделал пару локов. Лок А и Лок Б. А также сделал пару функций. Для удобства назвал их Left и Right. В функции Left мы захватываем А, захватываем Б, освобождаем Б, освобождаем А. В функции Right немного по-другому. Захватываем Б, захватываем А, освобождаем А, освобождаем Б. Еще я сделал пару потоков по одному на каждую функцию. Давайте для удобства допишем еще несколько выводов на консоль. Left and A, Left and B, Right and B, Right and A. Запускаем программу. И она завершилась. Это значит блокировки не произошло. Но не будем спешить с выводами. Запустим еще несколько раз. И вот мы поймали коварный deadlock. Вы спросите, ну что здесь такого плохого? Надо просто никогда так не писать. И не будет такой проблемы. Дело в том, что мы рассмотрели простейший вид взаимной блокировки, в которой только два локера. А существуют другие типы синхронизации, которые тоже могут вызвать deadlock. Но даже эту простейшую ситуацию часто трудно заметить. Поскольку эти блокировки могут находиться в различных частях программы. И вы можете их написать с разницей во времени в несколько месяцев, если, например, у вас большой проект. Вам будет казаться все логичным. Там заблокировал А, там заблокировал Б. И вы не увидите никаких проблем в программе. Вы можете даже не обратить внимание на письмо от пользователя, который жалуется, что программа зависла, или что-то в ней перестало вдруг работать. Зависла и зависла, с кем не бывает. Пусть убьет процесс через диспетчер задач и запустит программу заново. Отладить такую ошибку тоже крайне сложно. Если в случае с первой проблемой вы получите неверный результат работы программы, то в случае второй проблемы программа вообще не выдаст результат. Никаких записей в логах. Никаких выводов на консоль. А как же JavaScript? Как я уже говорил ранее, в JavaScript только один поток. И в нем попросту нет никакой многопоточности. А значит и нет всех тех проблем, которые влечет за собой многопоточность. Но значит ли это, что в JavaScript нельзя выполнять вещи параллельно? Давайте попробуем. Создадим некоторую последовательность во времени. Начнем с вывода start на консоль. А затем вызовем функцию setTimeout с задержкой в одну секунду. Напишем callback функцию, которая выведет один. После этого напишем еще один вызов setTimeout с задержкой в одну секунду. И в callback функции выведем два. Ну и еще разок. Вызовем функцию sequence и запустим программу. Start 1, 2, 3. Что если мы вызовем sequence несколько раз? Но чтобы отличить вывод в консоль, добавим дополнительный аргумент name. Вызовем функцию sequence с разными именами. Мы видим вывод от каждой последовательности, так как будто они выполняются параллельно. Попробуем пять потоков. Получается, что хотя в JavaScript нет многопоточности, могут выполняться некоторые последовательности событий параллельно. Это позволяет нам программировать на JavaScript в духе многопоточности, но не иметь всех тех проблем, которые с ней связаны. Конечно, мы не можем выполнять параллельно синхронные вычисления, но мы можем управлять запуском длительных синхронных вычислений, отправляя, например, удаленные вызовы в другой процесс или на другой компьютер. Можно даже себе представить, что один поток JavaScript является как бы высокоуровневым менеджером других потоков и событий, эдаким главным потоком потоков. А все остальные потоки по завершению будут обработаны главным потоком в цикле в порядке очереди. Такой цикл имеет название Event Loop и играет важную роль в понимании принципов работы интерпретатора JavaScript. Спасибо за внимание. Смотрите мои уроки. Подписывайтесь на канал. Пока!